вот и наконец-то у нас первая часть проверки планшетов из москвы из той замечательной поездки и для проверки планшетов нам сегодня понадобится зарядка которая была там же зарядка на микро юсби также возможно понадобится зарядка кругленькая но это не точно и дабы вам не было скучно смотреть на всякую дичь потому что поскольку это первая часть и должны понимать что это будет не самое интересное я подготовил для вас вот такую вот компанию что вам было просто не скучно на что-то смотреть так ну и давайте приступим первый планшет у нас вот такой вот это у нас планшет фугуют хотя давайте начнем не с него давайте начнем с чего не более фигурен кого например я вот возьму еще три планшета вот таких вот такие же практически и почти как близицы дать с этого это кустерс он сборе с аккумулятором кнопки есть давайте его включим самое время воспользоваться зарядкой и вот такие вот у него странности у него отвал или нет дождите к это отвал или это не отвал потому что такого не было было лучше сразу я сама собой уже все проверял картинка была здесь но что тут вообще не то сенсора на этих планшетах абсолютно на всех будут не рабочими это могут заверить стопроцентной вероятностью потому что здесь такое строение сенсора что сенсорная панель стеклянная а то что снаружи это пленка и это самые противные ушлепские сенсоры которые умирают быстрее всех остальных второй планшет у нас весь хрустит это ирбис это снежный барс ирбис госпожа ирбис сложный юмор вставляем зарядку и чуть-чуть подождем также забыл отметить все кнопки на месте батарейка на месте пока мы ждем давайте следующий посмотрим следующий у нас уст раз такого же строения но какой-то он легенький аккумулятора в нем нет ну и не мудрено ведь о вот собственно говоря что с этим планшетом битье дважды то есть дважды потому что touch screen и матрица то есть двойное битье все можно даже не смотреть то есть эти у нас не рабочие тут вы хоть и нет аккумулятор но давайте попробуем посмотреть может что-то будет скорее всего ничего не будет очевидно что тут здесь нет батарейки потому что она была или мною изъятая кстати не помню по моему она была мной изъята потому что она была состоянии она состоянии что она когда-то вздулась ее проткнули и заклеили и в итоге она сдохла полностью в общем на этом планшете разбитый точнее буду говорить проще это двойное битье просто и понятно так ну и вот этот планшет давайте попробуем включить его я его заряжал он должен включиться это даже смартфон делает здесь дисплей куда приятнее чем на тех видно что это модель такая же типовая но она чуть-чуть посвежее и пока он включается если он вообще когда-то включится давайте посмотрим дальше планшет престижа про него уже я снял отдельные видео их было два я пытался слепить из 2 1 да у меня ничего не получилось не получилось вот по какой причине у обоих планшета вбитые стекла здесь сейчас стоит то которое и стояло и у одного планша вот у этого была битая матрица у второго планша что ты чё ожил скотина или нет у второго планша было залить и и этот планшет заряжается исключительно по вот этому круглому разъему на том залитом планшете этого разъема уже не было или отпал или еще что-то не знаю я взял с того планшета матрицу поставил сюда а получилось вот что если вообще включится сейчас прошло разрежем может быть это не хочет включаться в общем стойки тут была битая матрица сейчас тут целая матрица с разводами которая не дает картинку и у нее есть отгнившие контакты на шлейфе которые надо восстановить и скорее всего она даже может быть заработает увы что касаемо этого планшета вот так вот с ним и происходит он загружается либо висит на логотипе либо висит на подсветке и не включается либо след прошивки либо мертвая флешка для его выключения задерживаем кнопку и сейчас он выключится сам держит кнопку питания работает кстати не со всеми такая штука но с очень многими планшем и такое работает так далее я беру какой-нибудь планшет далее берут это вот дрянь честно говоря даже не удалось и попытаться воспользоваться это гибрид планшета и консоли судя по вот этому разъему здесь матрица с лампой что ли или что android как бы на скорее всего здесь что-то очень старая сенсор непонятно даже емкостный или резистивный реально непонятно может даже резистивный usb разъем здесь мини и зарядка тоже круглая это вот у дебильный стандарт планшетный и при подключении к зарядке у него горит зеленый светодиод если аккумулятор отбирает заряд вытыкаешь зарядку зеленый светодиод продолжает гореть пока не высадится в ноль гибрид это абсолютно отказывается включаться разборки не поддался что-то держит корпус что пока не не понял но скорее всего это труп полный точнее давайте откладывать так вот это подающий надежда вот это подающий надежда это труп полный так едем дальше дальше у нас планшет xplay вот такой вот с ним такой прикол он целый вроде бы скрин здесь целый кнопки на месте еще просрать не успели в нем то же самое было с аккумулятором здесь аккумулятор когда-то а точнее это именно в нем и было в другом может быть и не было кому либо что-то путаю в этом был прикол с аккумулятором он когда-то вздувался его проткнули заклеили и он не заряжался не включался и ничего не происходило я запитал его от блока питания и выяснилось что этого пидора еще и битый дисплей так что этот труп полный пойдет только на донорство тачскрина следующее вот такая вот хренатень что-то скорее всего на андроиде 40 к сожалению ныне не актуальная потому что google пидоры отсутствует толкатель и кнопок зарядка по мини и usb до для 4 0 планшетов это норма для некоторых и самая проблема в том что этот разъем здесь вырван не знаю с дорожками или нет может быть залезу посмотрю но это далеко не точно по дисплею по тачскрин и все хорошо десная корпус защелки не держит откладываем в подающие надежда стопку следующий у нас вот такой вот планшет acer в очень фиговом состоянии в таком кейсе точная модель неизвестно камеры в нем нету давайте все таки опыт еще вот такой вот простенький поскольку без камеры планшет хотя он сим-картой но без камера и от странно и тут у нас micro usb здесь у нас четыре кнопки толкатель одной из них отсутствует четыре же или три или даже громкость питания где-то еще была кнопочка где то я еще и кнопку видел или опять что-то в общем толкатели кнопки питания нету кусок крышки откол от толкатель потерян при приключении зарядки планшет не подает никаких признаков жизни что там насчет дисплея неизвестно но есть шанс что он целый потому что все таки это эйсер это негалимый какой-то китай хотя и серне сер это далеко не аргумент сейчас вы поймете почему сейчас посмотрим следующих пациенте ков отложу впадающие надежды пока что далее еще один интересный пациент это вот такой вот эйсер довольно таки симпатичный мне он даже нравится 2 динамика где разъем правда непонятно вот разъем и микро юсби и наушники и вот что-то в нем еще есть и сборка у этого планшета внутри довольно таки солидная по меркам дешевых планшетов без шуток без рофлов сборка внутри у него нормально это нормальный был планшет но с ним вот такая вот ситуация тогда его прямо зарядили в серединку причем сенсор разбит в труху оба стекла здесь двухстеклянный сенсор то есть стекло переднее стекло touch screen ну и думаю нетрудно догадаться что с этим планшетом просто включая зарядку и дисплей у нас в таком же состоянии то есть его или специально или со злости вот так вот втащили а на самом деле обидно планшет весьма интересный отложить придется его сюда сожалению потому что но не рентабелен ремонт хотя жалко состояние у него было хорошее так идем к следующему устройство следующее устройство вот такой вот у stars похоже на ipad mini какой-нибудь там т-84 почти как-то 34 почти как танк но и кто-то 84 touch screen целый и давайте подключим его к зарядки смотрим что вообще происходит разъем удроченный весь и чит реакции нет кстати вот есть реакция здесь битый дисплей но могу сказать лишь одно здесь дисплей был целый прикол здесь другом планшет немножечко раздестроены здесь у нас чего-то не хватает здесь не хватает кнопок вот и у этого планшета был расклещен корпус залезнут залезнув в него обнаружилось что у него не хватает хреновой тучи винтов в том числе винтик вот здесь вот над дисплейчиком я не знаю какой длины он там должен быть я закрутил винт от другого кстати планшета тоже от планшета но от другого винт закрутился нормально все было хорошо я закручивал на включенном планшете но при надевании железной крышки винт вдавился и продавил дисплей да тогда бывает и такое у этого планшета был целый touch и целый дисплей но почему же он раздестроен и тогда спросите вы да потому что этот планшет еще и не загружается то есть он висит на логотипе по моему она не будут анимацию прокручивал потом висел и не загружался причем не помог не сброс по моему или вообще в рековре не зашел то есть я пытался то есть оживить его не вышло теперь добавок еще и биты дисплей поэтому его придется отложить тоже в трубаки раз придется опять всех подвинуть чтобы положить снизу тут что побольше то есть это уже трупье сожалению и раздестроены и биты и не загружается даже если его прошить без толку от него уже ничего не поимеешь кроме touch screen и корпуса и пока что по высоте наши кучки равны кто же будет следующий а следующий будет у нас допустим вот забыл опять еще супра такая есть обратите внимание здесь гнет прогибается крышка и она треснута и сам планшет довольно таки легкий и сейчас я окончательно вспомнил что в том аустерсе батарейки то и не было а вот в этой супре батарейка была но была вздутая и воняла была вздутая немножко но крышка треснута здесь отсутствуют кнопки уже точнее толкатели но у меня такие есть я мог бы поставить но он этого не заслужил тачскрин здесь битый и не трудно догадаться что дисплей тоже поэтому это утиль дальше дальше мы сейчас с вами посмотрим например например вот такую вот штучку так это у нас опять сейчас достану кстати некоторый я вот не показывал чехлов было побольше некоторые были в чехлах но некоторые я просто выбросил нахрен и это у нас снова острос причем опять такой же или очень похожий смотрите некоторые покупают одноразовый планшет пленку не снимают а сенсору уже все то есть пленку они не сняли но разбить уже успели а может это и не они может кто-то после давайте попробуем поставить на зарядку при таких повреждениях touch дисплей должен работать так поставили вот этот чехол нормальном состе поэтому его оставил хотя довольно таки убогая конструкция чехла и у нас ничего не происходит пока у нас ничего не происходит давайте посмотрим еще вот такую вот штучку это билайн это такая вот модель это вроде бы однотипный планшет вроде такой же да но смотрите он чуть чуть шире и фронталка чуть чуть не тут то есть он похож очень сильно здесь тоже как бы стеклопленка стекло внутри но как бы он не такой в общем этот планшет признаки жизни подает сейчас я не буду тянуть время он пытается встать на зарядку но я узнаю признаки не загружающегося мтк устройства когда он показывает батарейку потом еще раз показывает батарейку потом еще раз показывает батарейку и не может встать на зарядку как будто ему там что-то не хватает или что-то слетело как будто у него слет прошивки но это можно отложить подающие надежды но кстати мне не загрузился не включился там надо расталкивать батарею отдельно потому что там явно еще как программная проблема есть так а вот билайн давайте посмотрим а пока он просирается сейчас я достану что-нибудь еще дальше у нас есть вот такой планшет без задней крышки кстати можно видеть что сборка у него не самая поганая шлейфы аккуратные все отключается кроме аккумулятора кнопки отключаются тачскрин отключается он еще что-то отключается ну и собственно говоря сенсор здесь тоже биты как обычно но давайте попробуем его включить это кстати в экслер я вроде сказал не помню дисплей тут хорошего качества надо заметить этот просыпаться не хочет ну подождем чуть-чуть этот выксер даже на интеле смотрите-ка я замечаю вот у меня уже второй планш в экслер это не самые поганые планшеты по сравнению с некоторыми вот такими вот давайте попробуем и несмотря на то что тач стеклянный чё-то как-то не работает но если мы подключим его на зарядка мы увидим эпичное шоу сейчас попробую продемонстрировать в общем не канает с этой зарядкой потому что с другой зарядка было так что я подключаю и у меня сенсор просто начинает люто беситься везде показывают нажатия потому что здесь включено отображение нажатии где-то в настройках разработчика то есть он вот так вот вот бесится все нажимает переключает на зарядке причем на самсунговской полон зарядки или нет не помню а что касаемо этого билайна и не знаю почему не просыпается не хочу еще больше тратить ваше время уже 20 минут у этого билайна в общем битый дисплей битый тачскрин просто можно сразу его отложить в доноры почетные и приступить к следующим далее у нас вот такой вот планш фр весьма интересный на ипаде похож немножко немножко чуть-чуть крышка была искривлена на 90 градусов до меня до сергея и он ее выпрямил я попробовал выправить еще получше но в общем это конечно результат здесь она не вставляется здесь она стоит так по корпусу вроде все хорошо тачскрин целый но если я не знаю как я буду выключать ну ладно давайте продемонстрирую ведь кнопку бы найти еще сука включаем да что же за вечно у них то кнопка назад то кнопка домой на корпусе и видим вот такую красоту здесь у нас кнопка включения тут а тут у нас громкость и еще кнопка то ли домой то ли назад мы видим вот такую красоту но не спешите расстраиваться тачскрин же у нас целый да и у этого планшета так это микро sd есть mini hdmi лорд и он спокойно подключается к телевизору на нем android 411 и можно его юзать как тв приставку можно мышку подключить можно сенсором сенсором неудобно сенсор работает на планшете стоял пароль пароль удалось сбросить удивительно вообще что этот планшет так о видите он реагирует даже удивительно что этот планшет выводил сука recovery на телевизор на hdmi свой вот работает то есть только дисплей и кривая крышка выключать его придется или принудительно или к телевизору нести в общем этот откладываем в подающей надежды в xr тоже можно отложить подающей надежды все таки дисплей плата далее у нас осталось в этой части всего два планшета первый это такое леново 2 вот такой леново леново поинтереснее который открывается как смартфон у него тут где-то прорезь и вот так вот он открывается вот у нас информация тут у нас 27 и флешка это чё еще на все что ли или просто что-то хуйня какая-то размечтался скажите вы чтобы ему там еще беспроводная зарядка сына все на леново было хрен тебя вот один глянцевый один рифленый переворачиваем оба раз-два оба битые оба стеклянные кстати давайте попробуем включить сначала тот что покруче где разъем вот разъем я на ощупь разъемы ищу по завете с первого попал и вот такая вот хрень происходит иногда моргает иногда вообще ничего делает но вы успели заметить что дисплей у него битый и он не заряжается и ни в какую не хочет включаться не знаю в честь им может быть сломалась плата его раздолбили может быть после такого краш-теста оба что-то случайно специально не знаю него умерло все включая плату откладываем в труп его далее этот леново разъем примерно на том же самом месте я почему проверяю их зарядкой чтобы не включать лишний раз чтоб потом не не знать как выключить и как мы видим здесь у нас дисплей дребезги хотя надо заметить что планшет включается реагирует на сенсор но к сожалению никаких hdmi в нем нету и в помине модель также неизвестно тут настолько dolby модель того я вам показал так а ты часу к включен что ли видите как он включенный заразах а посередине по моему о то есть это сволочь у меня еще включенная лежит оказывается и не садится откладываем в подающие надежды потому что тут можно обойтись замены дисплея но все равно останется битом а это идиотская затея в общем вот такая первая часть это подающие надежды это полное трупье можно так сказать полностью рабочих как видите пока что нету поэтому не спешите сообщениями выше мне рабочий планшет пж продай мне планшет пж и все в таком духе и наверное будет две части потому что она это слишком сильно затянулось так что если хотите покороче давайте две части если хотите долго давайте еще одну такую большую часть на 30 минут пишите как вам лучше ну и всем пока